Всем еще раз здравствуйте! Сегодня воскресенье и мы приехали на пляж, называется Бали. Решили внести некоторые изменения в нашу повседневную программу. Но так как 21 сентября, я не знаю, полезу ли я в море, потому что вода наверняка холодная. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. В принципе, этот пляж мне нравится, так как есть много мест свободных, можно сказать. Но, конечно, не в августе, не в июле. Зонтики в очень таком интересном стиле. Море чиста. И плюс за все за это ты еще и не платишь. Просто нужно купить кофе. И с этим кофе уже тогда можешь спокойно сидеть. Так, посмотрим, что у нас здесь по людям. В принципе, пока народу немного. Сейчас у нас 9 утра. Море чистое. Море чистое, но у меня есть сильное подозрение, что она к этому еще и холодная. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Ой, приятный такой кусочек. Кстати, во всех вот этих вот товарах, что находятся сверху, можно покушать. Есть кабинки для переодевания, туалеты, души. Здесь ребята занимаются дайвингом. Очень часто, когда бывали, видели постоянно, что прям собираются такими централизованными группами. И здесь заныривают и выныривают. Так что, если кто-то хочет позаниматься дайвингом в Греции, в принципе, обратите внимание вот на именно на вот этот вот пляж. Так, здесь у нас такой небольшой отгороженный участочек. Беревцем. Даже вот какой-то травкой, которая сделана наподобие газонной. Народу нет. Я где-то здесь, наверное, видео ставлю кусочек, как это было все в начале августа. Сколько людей было. Здесь, конечно, было просто куша людей. Что вот здесь вот, она за забором. Какой-то страшный ров. Не будем туда смотреть. Ну, море, конечно, чистое. И людей мало. Кстати, вот симпатичная собачка. Симпатичненькая такая. Нет, но я все-таки люблю вот такие зонтики. Вот, кстати, принесли мне мой кофе. Обычно пью Фредо Капучино Метрио. Самый-самый любимый. Трубочка с целлофанчиком. Одной рукой сложно снять. Так что, как-то вот так вот будет проходить мое воскресное утро. Море, пляж, кофе. Кстати, Фредо Капучино делается из эспрессо, но более, если можно так сказать, здоровое, чем греческий фраппе, которое делается на основании... У нас на ванильный скафе. Здесь огромную-огромную-огромную благодарность, сказать громаднейшее спасибо. Милочке, Милочке Павловой, прекрасному блогеру, который живет в волосе. Прекрасная-прекрасная женщина. Я вот просто посмотрела ее видео, и она сказала столько теплых слов обо мне. Вот просто не верится. Ты смотришь, и кто-то говорит настолько приятные слова тебе. И огромнейшее ей спасибо. Было на самом деле очень-очень приятно. Я вот до сих пор под впечатлением, вообще не ожидала. Если кто-то ее еще не знает, возможно, из тех немногочисленных подписчиков, кто подписан на меня, то ссылочку на ее канал я обязательно оставлю у себя под видео. Вот так вот мы здесь сидим. Кстати, здесь такое интересное покрытие. Оно как, ну я не знаю, как искусственная травка, что ли. Что еще хотела сказать? Не знаю, будет ли вам интересно видео такого формата, но хотела бы продолжить тему о получении документов в Греции. Вот один замечательный адвокат, который живет в Солониках. Он собирался приехать в Афины в сентябре, но вот пока не приехал. Я бы хотела сделать видео такого формата, как интервью с ним. И вот более подробно расспросить его о таком виде на жительстве, как о приобретении недвижимости. Адвокат русскоговорящий, помимо того, что он окончил институт здесь, в Греции, уже практикует 12 лет, он еще окончил институт и в Украине. И также там работал на управляющих должностях в юридических компаниях на протяжении нескольких лет. То есть он прекрасно знает русский язык. И вот будет ли вам интересно интервью такого вида со знающим человеком, который работает только с... Не только, но по большей части с иностранцами и с русскоговорящими иностранцами. И также у него есть еще свое агентство по продаже недвижимости. То есть будет ли вам интересно видео такого формата, чтобы я позадавала ему какие-то вопросы и он на них ответил. Или, может быть, у вас у самих есть какие-то вопросы, тогда просто пишите их под этим вот видео, и я, как только он приедет, их ему задам. Вот такой вот у меня вид сегодня. Сижу. Ну, конечно, с собой стандартно. Моя термальная водичка. Не знаю, видно, не видно. Маслица из ПФ-15 и на лицо защита. Вообще, я даже зимой, в принципе, когда здесь достаточно холодно, даже зимой постоянно-постоянно-постоянно на лицо наношу средства против солнца. Почему? Потому что, когда я приехала, я не знаю, говорила ли уже об этом, когда я приехала первый раз в отпуск сюда, в Грецию, я просто, я загорала сутками. Я загорала сутками и в самый сон идет. И во что это вылилось? А вылилось это в то, что я потом в течение 6 месяцев просто лечилась у дерматолога. У меня на ногах вылезли такие пятна, и она мне выписывала специальный отшелушивающий крем, который нужно было наносить трижды в неделю на вот эти вот зоны и ждать, пока вот кожа старая уйдет и новая появится. Таким вот образом я от этого избавилась. Но вообще, когда меня увидела врач здесь, она сказала, боже мой, ты зашла с ума, как можно из стран, где у вас там холодно, как вообще можно было додуматься, лежать на пляже, париться. Поэтому такими делами я больше не занимаюсь. И есть солнце, нету солнца, я всегда наношу какую-то защиту, потому что, как я сказала врач, у нас просто нет достаточно, не вырабатывается достаточно меланина, и кожа просто без защиты. И мы в группе риска по... мало того, что разобьются пигментные пятна, но это может быть и рак кожи. Это на самом деле очень опасное дело, поэтому девочки, заботимся о своей коже и стараемся пользоваться социозащитными кремами. Вот я не знаю, я не могу на пляже спокойно сидеть и расслабляться, мне нужно что-то делать, мне нужна какая-то активность. И я вот с тобой сегодня притащила вот целый вот такой блок, блок и ручку. И я вот знаю, что к концу часа где-то я уже листа три спешу моих гениальных, так сказать, идей. Я не знаю, у вас такое есть, что у вас на пляже приходят все самые лучшие идеи. Дома почему-то мне не так хорошо думается. Нет, ну как же все-таки здорово, когда вот уже нет людей, правда уже не так жарко, и я мерзну. Я в Греции, я мерзну. Меня все спрашивают, как так, особенно зимой, как так? Ты, страны, где у вас столько... У вас так холодно, как же ты мерзнешь в Греции. А я мерзну. Водичка, конечно, пока очень чистенькая. Очень-очень чистенькая, но, вероятно, очень холодненькая. Кстати, знаете, что еще заметила в Греции? Что где-то в сентябре, середина сентября, вот здесь вот у береговой линии, вот эти все рыбки, которые маленькие были, нерест, так скажем, они подрастают и начинают тебя кусать. То есть не то, чтобы они тебя больно кусали, но просто, когда стоишь в воде, и неожиданно кто-то к тебе подплывает, и кто-то к тебе кусает, это пугает. Сейчас еще немножко покажу вид. То есть, в принципе, пляж полупустой, даже не полупустой, а заполненный на одну треть. Там, кстати, вдалеке еще один пляжик есть, но он поменьше. Вот тут вот целая зона, громадная, и у нас здесь сидит три человека. В августе, еще в августе, когда подразумевается, что все еще как бы уехали и на каникулы, здесь было просто не пропихнуться. Опять же, если найду, то вставлю видео, как здесь было в августе. Вообще не знаю, правда это или нет, но большинство говорят, что чтобы организм успел насытиться солью и другими полезными минералами, то нужно сидеть в воде не менее полчаса, когда ты первый раз окунаешься. Многие даже, я вижу, ходят со специальными часами, которые не пропускают воду, и засекают время. То есть, первый раз ты окунаешься, ты вступаешься полчаса. Уже последующие, так сказать, мои заходы в воду могут быть по пять, по десять минут не имеют значения. Но самый-самый первый раз должен быть 30 минут не менее. Иначе просто организм не успеет получить то, что он должен получить. Вы такое слышали? Девочки, что вы думаете, вот это? Это зажигалка. Мы только что приобрели. Вообще такая вещь. Даже она мне не столько как зажигалка нужна, я ее поставлю на туалетный столик, как декор. Вот посмотрите, какая прекрасная туфелька розовая. А-а-а, просто балдею. Ну вот нам, девочкам, вот такое вот нравится. Я думаю, вот со всеми моими тенями, помадами, духами она на туалетном столике будет смотреться просто-просто классно. Я вообще вся такая в счастье. Казалось бы, мелочь, а приятно. Сегодня явно день всего розового. Даже воду мне принесли вот в такой вот розовой бутылочке. Вот никогда в Греции не взяла раньше обычную воду питьевую в розовой бутылочке. Но после розовой зажигалки самое то. Такой вкуснейший обед из тарелки с морепродуктами, картошки, греческого салата и вина нам стоил всего 23 евро. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Всех целую и всем пока.